Война в Сирии В Персидском заливе находится самое крупное месторождение газа в мире. Катару принадлежит часть этого месторождения. И они в 2009 году встретились с Турцией за два года до войны в Сирии и сказали, мы хотим построить газопровод от месторождения через Саудовскую Аравию, потом через Сирию и потом через Турцию до европейского рынка. Потому что они хотят там продавать газ. В Цюрихе и в Мюнхене здесь зарабатывают деньги. Газ в Катар доходов не дает. И проблема была в том, что нужно было спросить Асада о разрешении провести газопровод через его страну. И Асад сказал нет. Он сказал нет. И это им не понравилось, потому что это же месторождение газа принадлежит наполовину Ирану. Это особое месторождение на одной стороне труба одной страны, на другой стороне труба другой страны. И поэтому, что быстрее качает, тот и быстрее. Это месторождение, которое между собой связано. И тогда иранцы сказали, мы хотим вот этот газопровод провести. Спросили Асада, и он сказал да. И это вовсе не так все сложно. Иран поэтому хочет Асада удержать у власти. Кувейт, Саудовская Аравия и Турция хотят Асада скинуть. И все. И если рассмотреть подробнее, то здесь еще американцы и британцы, которые решили свергнуть Асада. Это означает, что у нас с одной стороны альянс стран НАТО, Великобритания, Франция, которые хотят свергнуть Асада вместе с Катаром, Саудовской Аравией и Эрдоганом в Турции. Это сунницкие страны. Они хотят скинуть Асада. А с другой стороны у нас шиитский Иран совместно с шиитской Хизболой, которые хотят Асада удержать у власти. И русские также хотят удержать Асада у власти, потому что у них две военные базы в Сирии. И также они не хотят, чтобы катарский газ поступал на европейский рынок, потому что, и это уже знает каждый, кто смотрит Лигу чемпионов, потому что там уже Газпром. Существует очень много вещей, которые люди считают очень сложными. Но они сложны только потому, потому что постоянно пытаются запутать. Можно все показать настолько сложным, что никто не разберется. Но можно с самого начала понять, что это попытка смены власти на базе геостратегии. Тогда это приобретает смысл, потому что тогда видно, что на одной стороне Альянс Сунитов, Катар, Саудовская Аравия, Турция, плюс Великобритания, Франция, США, страны НАТО, а с другой стороны Россия, Иран, Хеспола и Асад. И все это уже продолжается четыре года. Погибло 400 тысяч человек. А у нас в Швейцарии и у вас в Германии, я за этим наблюдаю, это только так представляет, как будто Асад просто плохой. Плохой человек с Дамаска. О нефти и газе мы здесь ничего не слышим. И также пишут, что военными методами не вмешивались. И только сейчас, когда он начал вырезать свой народ, вмешались. И это неправда. Преднамеренно, в основном Саудовская Аравия и Турция, преднамеренно радикальных джихадистов джихадистов перебрасывали на территорию Сирии, чтобы их потом использовать для дестабилизации сирийского общества. И это сработало. Если джихадистов забросить в страну, радикальных, которые убивают людей, дать им оружие, то можно дестабилизировать любую страну. Это же было еще и так, что во время войны в Ливии, в 2011 году мы вели войну с Ливией и убрали Каддафи. Потом там осталось много оружия. И это оружие самолетами перевезли на авиабазу в Турцию. И оттуда потом в Сирии, Аль-Нусра фронт, свободную сирийскую армию, Аль-Каида, которая себя называет ИГИЛ, их потом стали вооружать. У нас же нам объясняют, что это все повстанцы. Понятие повстанцев для нас звучит вовсе неплохо, потому что Джеймс Тим был тоже повстанцем. Но если этот повстанет джихадист, то это уже как-то странно. И странным является то, что страны НАТО, США, Великобритания и Франция, на стороне повстанцев. Это значит на стороне джихадистов. Если это узнает население, то у нас тут будет все гореть. Ведь все время говорят, что НАТО борется с джихадистами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...